так друзья здравствуйте хоть и говорят что все как надо хорошо готовится мой принцип другой вы уже знаете никакой подготовки что скажет то скажет что увидим то увидим вот почему это осень это 3 октября вот ну что так а мы с тобой так будем общаться значит допустим допустим тобой мы уже налюбовались давай смотреть на твою работу вот это я вижу однолетние этого весна и посажены нет вырастут с весны это осенние посадки или по стратификации весенние то есть ладно а вот эти два раза крупнее прошлогодние что ли а почему а почему они гораздо крупнее смотри вышел в это с андрея роста за один год дело в том что мои наблюдения слава богу сороковой год пошел это значит так с осени если зашли то они всегда крупнее чем больше стратификации так вот это вот стратификации я валютах ты чё совсем это самое превзошел папочку во всем ладно но мы говорим не для себя где осенний а но это тоже влияет давай-то по-другому спрошу у тебя взошли те под 100 процентов и те под 100 так так теперь ты мне объяснил все таки людям что советовать садить под осень мыши съедят весной а вдруг это как бывало засуха и не входит нет универсального правила надо садить и так и так о 50 на 50 все ладно отлично мысль спасибо дальше следующий момент вот сейчас вы будете садить по горшкам правильно часть горшки часть горшки часть так вот дать половина для горшков на наполовину для посылок а здесь просто сильно густо рассаживать посажены ты их уже садишь и дочками приезжаешь приезжать не будут просто выкапывается грядки рассаживать ну смысле смысл до проведить ну в общем упорядочить ладно следующий вопрос скажи пожалуйста сегодня 3 октября ой давно я хотел тебя по это расцвести на интервью вот допустим 3 октября так для сибири немножко как бы рановато солнце светит градусов 10 15 может быть уже и минус как бы уже ничего не раз а не у нас еще уже минус 2 было так теперь я имею ввиду устойчивыми а устойчивыми да где-то слушай я же когда-то 30 лет назад заморозил картошку погреба салат крыльзать когда было я сам был на демонстрации 7 ноября минус 20 25 вот такой год бывает так погода меньше уже пора так теперь так дай очень интересный вопрос скажите мне пожалуйста сергея следующего так значит вот вопрос же не рано или поздно сколько за зиму вот их допустим пересадишь допустим пересадишь вот сколько весной не проснется просто за зиму погибли один-два один-два так ладно один-два из тысячи терпимо теперь следующий вопрос сколько из них бывало же высокий снег у нас редко но хотя бы у нас забыть и пол колена снегу до поваленок паси колотку пол колена это у нас слишком много уже это правильно а это нам спасает стать и согласен на привании то что у нас невысокий снег тогда еще вопрос сколько за зиму выплевает из этой тысячи ну выплевает и не проснет нет именно выплевает живое но просто до кара отслаивается и уже это редкий случай у меня за за мою бытность четыре случая было а у тебя насчет выплевания не уверен это прям ну короче говоря не выплевают ладно теперь следующий момент как бы тебе интервью бы закончить на высокой ноте значит значит так как часть из них представляет собой интерес будущее непривитыми поскольку ты продавишься непривитые вот эти вот почем это я не знаю я сейчас ничего не продаю ага не знаю а та не знает Татьяна знает Татьяна это занимает то есть это не садское дело да нет у нас разделение обязанностей ну хорошо я не знаю цену вообще ну хорошо не знаешь не знаешь Танец Андрей да непривитые почем ну здрасте ты кавказь ты да ка никто в этом году не брал бы этого не знаю ё-моё это такое на них не спроса вот ты помнишь это Андрей сколько мы ведер собрали с мальчурского патриарха ты при мне собирал где-то три раза по 10 ведер а потом еще и меня оставил ну один одно вот такое дерево вот копни его и покажи нам не лежат это я ну вот допустим да вот с него может получить и 40 было 20 ведер 30 было ну несколько сотер ведер отдает за свою жизнь и никто не покупает почему почему те года покупали а чё перестали а ты откуда знаешь значит это и мы ни черта не умеем раскручивать я просто в этом году не продаю да не надо скажешь это мало это мало а ну да привитая я имею ввиду что человеку если под прививку ему надо вот прививочный именно то что я рассаживаю себе но прививку мне мало вот а то что надо рост каждый возьмет доращивать именно в корне собственном виде выращивать но ведь это же это я бы я бы если бы был сейчас начинал бы я бы за любые деньги бы купил пять десять штук таких не каждый хочет начинать а ну да все правильно обыватель романтика все меньше так ладно что еще что еще вот смотри вот это вот как я понимаю пойдем две минуты это все-таки рекламный фильм груши там сливы прошли красавцы идем сюда итак перед нами молодой матричный сад вот в свое время если бы был бы на них хороший спрос ты бы продал их они были это не проданы по моему потому что их просто не купили а потом они постояли постояли дали прекрасный урожай вспоминаем бай фаина королевский пара академиков пара академиков вот а посмотри сколько веточек а кстати повесили все бирки я и то это вот повешили а ну ладно тогда что получается получается вот такой сад это это допустим штук десять на участке одна сотка может прокормить несколько семей вот ну ладно последнюю грушу а там наверное не осталось да на полу на полу а я их уже снимал не раз ладно вот я их снимал а вот как у тебя получилось смотри вот это вот груши это они выросли это я вижу уссурийские они еще не привиты а почему среди них растет вот это яблони и что это такое не яблони это груши китайские насколько я помню вы же появляли это она есть вот это так значит так подпишись заявление я увольняюсь все ноги моей тут не будет ноги моей я образом моей ноги сереже тут не будет первый раз опозорился я сюда приходил мне прислали грушу под названием красно красная мякота или как сейчас это китайская масляница что такое я помню ну там бирка есть а бирка есть сейчас 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 а я еще хотел спросить чего она тут делать среди груш что она делает среди груш а это я весной молча тогда сейчас минутку минутку ут утренная 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 так все таки я сейчас не вспомню мне прислали несколько сортов в виде черенков это красно мясо красно мясо красно мясо ну все оставляем навсегда вот это это такая ценная вещь если она пойдет это будет это будет новый лидер здесь здесь нет постоянку мы не будем оставлять потому что абрикосы ее забьют ну все то да не убирать же такие абрикосы я веточки ты не забудешь нет я бы на том участке сам бы выкопал на правах этого первооткрывателя но дело в том что там места нет нет здесь есть значит вот эту спасаем все это это просто открытие как я позорился я назвал ее яблони что яблони в среде а это я молча но я тут делал две прививки вторая она мне не пошла там два саженца а где два двух два так вон там ну не один в один можно бирку не проверять он бирку не может два 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 из двух а бирка такая бирка я не помню ну наверное что да похоже ну все вот сейчас бы я бы не пришел тебе интервью делать так бы ушла бы в зиму а там что бы далось со мной я не знаю так заявление об уволении подпишешь мое нет ну ладно тогда еще поживу спасибо за доверие один товарищ его зовут сейчас скажу Даниил да это он прислал вот посмотрим как это будет вот надеюсь он еще не засирался во мне вот вот он прислал сказал это да проверку вот и еще один момент уже последний устали люди от нашего интервью значит смотри ты купил в СИЗОЕ 4 персика все мертвые так вот я их хочу узнать два в горшке есть показать можешь далеко пойдем я хотел спросить есть куда их посадить может поторопился может поторопился я могу два выкопать посадить на их место вот эти два где они там в горшках вот плохо мало общаемся с твоей этой работой вот ты всю жизнь мечтал крыльчком работать мечта сбылась ага где она в горшке там же пойдем 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 а что ты сейчас жевал яблоко яблоко 30 ну скажи что скажи что скажи что надули или нет не надули это память вообще если память дальше не продолжай если память значит память так куда мы идем как ты спас я же оттуда взял ты мне огрызки отдал я их привил ни один не выжил я привил только один сорт и привился вот я честно скажу это какой два штуки так все я их забираю я их забираю ну все интервью заканчиваем сейчас определимся по месту туда их посадить ладно все благодарю за внимание это рабочие будни друзья окиньте взглядом видите что такое маточный сад нет не так питомник плавно переходящий и вытесняется маточным садом посмотрели сюда 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 ну в принципе все вокруг а вот эти вот здесь был питомник вот и вот результат все что осталось от питомника вот теперь этот сад нас кормит все благодарю за внимание сад 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 сад